На ближайшем горсобрании депутатам будет предложено одобрить порядок выплаты пособия на погребение. Порядок довольно простой, долго останавливаться на нем я не вижу большого смысла. Здесь формализирована вот эта выплата пособия на погребение, выплачивается она физическим лицам, выплачивается она в размере до 1000 крон, выплачивается она по факту понесенных расходов, выплачивается она тем, кто эти расходы понес, и выплачивается она в течение 4 месяцев после произведения вот этих непосредственно расходов. Пособие не выплачивается естественно в случае, если лицо признается умершим, тогда нет факта захоронения как такового, это очень логично. И пособие не имеет отношения к так называемым безродным, которые у нас захораниваются по отдельной схеме. В бюджете 2010 года на пособия на погребение предусмотрены средства в размере миллиона крон. Если порядок будет одобрен горсобранием, он будет применяться с 1 января 2010 года. Таким образом, все люди, которые производили захоронение, начиная с 1 числа этого года, могут оформить пособие на погребение в сумме до 1000 крон. То есть 1000 это максимум, который не обязательно получит каждый ходатайствующий. От материального положения данное пособие не зависит. Оно зависит только от понесенных непосредственных расходов на захоронение. То есть государство ранее, как вы знаете, тоже выплачивало 3000 крон, независимо от доходов человека. Но поскольку все это легло на плечи местного самоправления, мы продолжим таким же образом, но в меньшем размере, только исходя из того, что просто-напросто нету больше денег. Я надеюсь, что со временем мы будем иметь достаточно ресурсов. Вернее, ресурсы, естественно, будут у города появляться. И я уверен, что в таком случае, как это у нас всегда бывает, на социальные нужды по мере поступления дополнительных ресурсов всегда средства распределяются, и размеры пособия, естественно, будут увеличиваться. На захоронение же тех людей, которых не могут похоронить родственники, город тратит 3000 на каждого. При этом затраты компенсирует государство. То есть компенсация на похороны человека, которого есть кому хоронить, государством отменена, а на безродных деньги пока есть. Нарва, вероятно, не может выделить на проводы в последний путь больше средств, но фактически все равно выходит, что безродные дороже обычных людей. К слову сказать, пособие по рождению ребенка в Нарве составляет 1500 крон. В наше время рожать выгоднее, чем хоронить.